Добрый день, уважаемые друзья! Тема сегодняшнего выпуска о кометах детям. Мы выбрали такое название, поскольку сегодняшняя тема очень простая и легкая для понимания. Присоединяйтесь к нам, какого бы вы не были возраста, ведь речь пойдет о самом интересном. Начнем с названия. Когда древние греки наблюдали звездное небо, они различали неподвижные звезды, планеты, которые двигались среди звезд, и кометы с долгими хвостами позади них. Грекам показалось, что кометные хвосты похожи на развивающиеся волосы. Так и появилось название комета, что с древнегреческого переводится как «долговолосые». Люди наблюдали кометы тысячелетиями и вели об этом записи. В древности они боялись комет. Люди считали, что кометы знаменуют беды. Ведь неожиданные и большие сгустки света, занимающие полнеба, внушали опасения. Иногда появляются кометы, которые занимают полнеба. Но размер твердой части кометы составляет всего лишь километр или 10 километров, что в сравнении с планетами очень мало. Поэтому все, что мы видим на небе, это светящийся газ и пыль, которые покинули кометную поверхность и удаляются от нее. Более того, ядро кометы не очень твердое. Оно полно пустот и даже легче льда. Гораздо меньшие, чем планеты или луны, кометы могут быть описаны как очень грязные снежки. Они состоят из замороженных газов, смешанных с пылью. Кометы, как и Земля, движутся вокруг Солнца, только совершает один оборот за время от трех лет до миллионов лет. Кометы могут двигаться вокруг Солнца и почти по кругу, и по очень вытянутым орбитам. При этом, чем ближе к Солнцу комета, тем быстрее она движется. Солнечное тепло испаряет газы и пыль кометы, образуя иногда очень длинный хвост, достигающий длины, как расстояние от Земли к Солнцу. Частички пыли и газа комет настолько малы, что они сдуваются излучением Солнца, поэтому хвост кометы всегда направлен противоположно Солнцу. Кометы – хрупкие небесные тела. Встреча с большой планетой или приближение к горячему Солнцу может погубить комету. К счастью, для этих черных от пыли айсбергов космоса они в основном проводят свое время вдали от Солнца. Люди открыли уже около 4000 комет, и открытие продолжается. Сколько комет в нашей Солнечной системе, никто не знает. Можно только предположить, что их огромное количество, возможно, тысячу миллиардов. Надеемся, вы узнали много нового и интересного сегодня. В следующий раз речь пойдет о самой известной комете в мире – комете Галлея. До встречи, друзья! Не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok